Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет читаем книгу Исаии, 55-я глава. Начинается она с призыва. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и бесплаты вино и молоко». Это вовсе не призыв ехать на воды, допустим, минеральные воды Кавказа. Это говорится о жаждущей, вообще жаждущей люди, люди в пустыне, в пустыне жаждущей, иссохшей, где нечего пить. Вот этой жаждущей пустыне и людям, жаждущим в пустыне, уподобляется израильский народ, оказавшийся без божественного водительства, без божественного учения, без самого Господа. Это плен, но когда народ будет возвращаться из плена, то он будет жаждать, но эту жажду Господь утолит. И в пустыне пробьются источники, об этом мы дальше читаем. И вот эти источники будут напаять Божий народ, который будет возвращаться из вавилонского плена. Вот эти слова, эти стихи, с которых начинается 55 глава, они, между прочим, используются в нашем христианском богослужении, когда мы празднуем крещение Господне. Крещение Господне, богоявление, праздник. И вот мы вспоминаем эти строки, читаем эти стихи Исаии и совершаем освящение воды. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает?» У людей есть серебро, у людей есть что-то заработанное собственным трудом. И вот в параллелизме здесь серебро и трудовое. Понятно, что речь это о деньгах. Не надо покупать то, что не является хлебом. Понятно, что эти образы здесь прилагаются к более духовному состоянию народа. Вот все эти «духовные» богатства, которые вы раньше приобретали, которые, может быть, вы хотели приобрести в Вавилоне с его богатым культурным наследием, не стоит этого делать. Не стоит отвешивать серебро и покупать трудовое свое за то, что не является хлебом, духовным хлебом. Не хлебом единым жив человек, но тем, что исходит из уст Божьих. Второзаконие. «Послушайте меня внимательно, прямая речь Господа, и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком». Тук, жир, изобилие характеризуют как раз и то состояние народа, в котором он будет, когда вернется из Вавилонского плена, в своей земле, текущей молоком и медом, и то эсхатологическое состояние народа Божьего в мессианский век, в будущем, в вечности. Внимательно Господь призывает послушать его, слушаться. Послушать и слушаться, как и в русском языке, в еврейском это слова одного корня. «Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду». Третий стих. Здесь говорится о Вечном Завете, Иеремия называет его Новым Заветом, Брита Хадаша, здесь Брит Олам, Вечный Завет. И вот Вечный Завет, Вечный Договор Бога с израильским народом, он является подтверждением, исполнением тех милостей, которые были обещаны Давиду. Это единственный раз вообще, когда говорится во втором разделе книги Исаии, то есть книги Утешения, главы 40 по 55 по нынешнюю, часто называются эти главы, также Второй Исаии. Вот единственный раз, где говорится о каких-то обещаниях, данных Давиду вообще. Второй раздел Исаии, Второй Исаия, ничего не говорит о реставрации монархии Давидовой, о том, что царство Давидидов будет восстановлено. Оно и не было восстановлено в Персине, в Персидскую эпоху, не позднее. Именно царство Давидидов. Почему-то это одна из загадок истории Израиля, почему они в Персидскую эпоху не восстановили это царство. Разные историки Израиля дают разный ответ на этот счет, но ни один из ответов не является убедительным. Но факт остается фактом. Израиль не восстановил монархию Давидидов, когда вернулся из плена под руководством одного из Давидидов, Зарававеля. Так вот, милости, обещанные Давиду, здесь, скорее всего, не о восстановлении монархии идет речь, а о том, что обещания, данные Давиду, они носят характер вечный, несокрушимый, непоколебимый и неотменяемый. И вот эти милости, обещанные Давиду, в этих милостях участвует весь Израиль. Ну, Давиду конкретно Господь сказал, что сыновья твои вечно будут сидеть на престоле моем. И пророки такие, как Иеремия, Иеремия, Зекииль прямо называют нового, идеального царя израильского, называют его Давидом. Речь идет о потомке Давида. Мы знаем, что Господь Иисус, он происходил из рода Давидова. И поэтому народ приветствовал его, встречая грядущего его в Иерусалим. Когда он ехал, въезжал в Иерусалим, приветствовал его Ассан, сыну Давидову, благословен грядущего имя Господня. Но здесь, в Торо Исаии, в книге «Утешение», по всей этой книге, в этих большом количестве глав, 40-й по 55-ю, нигде не говорится о реставрации Давидовой монархии, именно как формы правления в Израиле. Здесь говорится, и вот даже упоминается Давид, но не говорится о том, что будет восстановлена монархия. Здесь говорится о чем-то более важном, о чем-то более глобальном. «Вот, я дал его свидетелям для народов, вождем и наставникам народам». Кого его? Давида? Нет, скорее. Здесь мессианский смысл, потомка Давида, о котором говорилось выше, в 53-й главе, в 4-й песне «Раба Господня», а также в предыдущих песнях трех «Раба Господня» в предыдущих главах. Вот здесь, скорее всего, речь идет об этом же самом «Рабе Господнем». «Я дал его свидетелям для народов, вождем и наставникам». Этот «Раб Господень» — это и пророк, автор этих строк в тех песнях, о которых я говорю, которые мы читали. Но здесь, скорее всего, не он имеется в виду, а имеется в виду израильский народ, мессианский народ, и, конечно же, сам мессия, его мессианская личность, потомка Давида. «Вот ты призовешь народ, которого ты не знал». То, о чем содержится намек в предыдущей главе, 54-й, вот здесь выражается четко и ясно. «Ты призовешь народ, которого ты не знал». Мессия призовет народ неизраильский. И дальше, вторая половина пятого стиха. «И народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего и ради святого Израилева, ибо Он прославит тебя». Удивительное пророчество о призвании других народов, нееврейских, нееврейского народа, о призвании народов ко Господу. И произойдет это через того, к кому здесь обращение. Вот это «ты» здесь, пятого стиха, это, несомненно, фигура мессианская, и речь идет о Мессии. И через Мессию Господь призывает все народы. «Которые не знали ни Господа, ни Его Мессию, и Мессия эти народы не знал». Глагол «знать» я, да, в Священном Писании очень нагруженный глагол. И чаще всего он говорит не об интеллектуальном познании, а о познании экзистенциальном, глубоком духовном экзистенциальном познании. И вот здесь о том же самом говорится. Конечно же, и Господь, и Мессия, и Его знали о существовании других народов. Но между ними не было спасительной связи, экзистенциальной. «Но вот она будет», — говорит пророк, «она будет». И удивительное пророчество, это 5 стих 55 главы, предвозвещается, что Мессия призовет народ, которого Он, Мессия, не знал. И народы, которые Его не знали, поспешат к Нему, к Мессии, ко Христу, ради Господа Бога твоего. Кто Господь Бог Его, Бог Мессии? Это Святой Израилев, как дальше поясняется. «Ради Святого Израилева, ибо Он прославил тебя». Господь прославил своего помазанника, своего раба, который много пострадал для искупления всех, и Израиля, и других народов. Поэтому Господь, Он, слава Израиля и светка просвещению народов. Об этом мы читаем в Евангелии от Луки, в повествованиях, связанных с Рождеством Христа. События Сретения. Там эти слова звучат. «Светка просвещению народов, языков и славу Израиля». Так называют рожденного Мессии. Мессию называют праведный Симеон. «Ищите Господа, когда можно найти Его». Ну, шестой стих. Уже обращение к израильтянам. Если пятый стих — обращение к Мессии, то шестой стих — обращение к народу мессианскому. «Ищите Господа, когда можно найти Его». Призывайте Его, когда Он близко. Господь может быть не близко. Вспомним о Мосса. «Вот я пошлю на землю жажду, но не жажду воды и голод, но не голод не за отсутствие хлеба, а жажду слышания слов Господних». Люди будут ходить от моря до моря, и от реки до концов земли, и не смогут услышать Слово Господне. Господь удалит Своё Слово, не будет посылать пророков, не будет открываться народу Своему. Бывают периоды вот этой Богоудалённости, а бывают периоды близости Бога к Своему народу. Период Исхода, период освобождения из Вавилонского плена, другие периоды, период Нового Завета. Вот Господь близок к Своему народу. И вот в эти периоды можно призывать Его, когда Он близко, и Господь, конечно же, услышит, искать Его, когда можно Его найти. Вот теперь день спасения. Вот время благоприятное. Сказано также у пророка в других местах. «Да оставит нечестивый путь свой, и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Господи, помяни меня, и когда придешь и во Царствие Твое». Беззаконник, преступник, обращается ко Господу, и Господь говорит ему, «Ныне живуешь со Мною в раю». Вот как эти слова Исаии перекликаются с известными евангельскими словами. Но это обращено ко всем, не только к разбойникам, благоразумным или неблагоразумным, обращено ко всем людям. Ко всем, кто нечестивый путь, идет по нечестивому пути, по пути погибели, по пути беззакония. Если человек оставит свои беззаконные помыслы, свернет с нечестивого пути, пойдет дорогой спасения, путем указанным Богом и Машехом, Мессией его, Христом его, то если он обратится к Господу, то Господь помилует, помилует, ибо Он многомилостив, как здесь сказано в 7 стихе 55 главы. Дальше Господь говорит о себе. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Человек может планировать, человек может задумывать что-то, строить планы, перспективы, но исполнение этих планов не зависит от человека. Это если говорить о человеческих путях. А если говорить о путях Божьих, о промысле Божьем, о заботе Божьем и о первенце его, об израильском народе, и о заботе Божьей, которая охватывает, которая обращена ко всем народам земли, то здесь мы не можем даже себе представить, помыслить, что Господь по своей благости задумал, какие у Него планы, какие у Него мысли, какие у Него пути. Эти пути благи, ибо Он многомилостив, и даже зло человеческое, даже вражду людей, Господь в конце концов обращает ко благу. И даже самое страшное злодеяние, которое сотворили люди на земле, убив раба Господня, Мессию, помазанника, Господь обратил ко благу величайшему, ко спасению всего человечества, спасению всех людей и каждого человека. Смерть Христа искупительный характер носит, и поэтому является спасительной для каждого человека. Вот кто бы мог подумать об этом? 53 глава о том же говорит. Ну, кто поверит слышанному? Кто поверит тому, что Господь задумал? Никто даже и не помыслить не может, и поверить. Вот Господь это задумал, совершил, это Его мысли, Его пути. И почему Он это сделал? Почему Он подверг страданиям и смерти от человеческой злобы, попустил людям убить Христа, попустил людям убить своего помазанника, раба своего? Очевидно, это и из Исаии, и из евангельских текстов, и из посланий апостольских. Очевидно, это было необходимо для искупления, искупления всех людей и каждого человека. И вот эти мысли, они не человеческие, они Божьи, и планы, и пути спасения людей, они Божьи. И они выше человеческих мыслей и планов, так же, как небо выше земли. Здесь сказано. Так пути мои выше, путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. А вот дальше в 10 стихе говорится о Слове Божьем. Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способную рождать, и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и Слово Мое, которое исходит из уст Моих, оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал Его. Господь здесь говорит о Своем, через пророка говорит о Своем Слове. И Слово здесь, оно персонифицируется, то есть наделяется чертами личности. Персонифицируется в Священном Писании премудрость Божья, Дух Божий, а вот здесь персонифицируется Его Слово, Слово, которое произносит Господь. Словом Господа сотворены небеса, говорит псалмопевец, и Духом уст Его все воинство их. Господь творит Словом, это творящее Слово, Слово, которое сразу же становится делом. И вот это Божественное Слово, оно здесь как личность, оно, ну, вот эти все места, где говорится о персонифицированном Слове или персонифицированной премудрости, они в конце концов ведут к Новому Завету, к воплощенному Слову, Слову, уставшему плотью. Вот это мемра, этот логос, этот довар божественный, в конце концов они воплощаются в личности Мессии, в личности Христа. И это Слово, оно действенно, оно не может быть неисполнившимся. Если Господь его посылает, как вестника своего, как глашатая своего, то оно возвращается к Нему обратно, это Слово, когда оно исполнит свою миссию. Миссия выполнена, Слово, спасительная миссия Божья, через Его Слово, сначала через пророческое Слово, потом через личность Спасителя, через личность Раба Господня, Мессии, оно исполняет свое дело спасительное, это божественное Слово, и возвращается обратно к Господу. Ведь и дождь, и снег Господь посылает осадки. Для чего? Чтобы земля давала урожай. Вот так же и Слово, оно не может остаться без урожая. Обязательно будет это Слово действенным, и оно будет эффективным, можно так сказать. Заключительные 12-13 стихи 55-й главы, которую мы читаем, они являются своего рода эпилогом ко всей книге, которая охватывает главы, 40-ю по 55-ю, которую часто называют книгой «Утешение». И, в общем-то, перекликается с начальными главами, с 40-й и некоторыми другими главами этой самой книги «Утешение», этой самой книги, которую часто называют «Фтора Исаии». Итак, вы, обращая обращение к израильскому народу, «вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром, горы и холмы будут петь пред вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам». Замечательные поэтические образы. Сама природа участвует в этой радости, в этих проводах с миром. Из вавилонского плена, сами вавилоняне, персы, там провожают израильский народ с миром, израильский народ радуется, ликует, возвращаясь из вавилонского плена, и сами горы, холмы, деревья вдоль рек растущие, они ветвями своими словно руками рукоплещут, участвует вся природа в этой радости, радости людей, освобожденных из долгого-долгого рабства. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мирт, и это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое. Здесь в 12 стихе предыдущем была перекличка с 40 главой, с началом книги «Утешение», здесь в 13 стихе. В 13 стихе содержится перекличка с такими главами, как 43-я, 44-я главы книги, вот этой самой книги «Утешение», книги Исаии. Значит, так завершается, завершается вот 55-я глава книги Исаии, вместе с ней завершается второй раздел этой обширной, величайшей книги Ветхого Завета, книги, которую мы называем книгой пророка Исаии. Но книга Исаии продолжается дальше, и с 56-й главы до конца книги, до конца 66-й главы, следующие заключительные 11 глав составляют третий раздел книги Исаии, часто называемой «Трита Исаии». И она по своей тональности, книга, это заключительный раздел Исаии, «Трита Исаии», по своей тональности, по своему содержанию, во многом уже отличается и от первого раздела Исаии, и от второго, и можно рассматривать ее отдельно. Но о том, что представляет из себя третий раздел книги Исаии, мы поговорим в следующий раз. Запись сделана для библейского портала «Экзегет» и больше ни для кого.